С 2019 по 2024 год в Курагинском районе, как и по всей стране, реализуется проект «Культура», который включает в себя три подпроекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В 2019 году на реализацию национального проекта было выделено 12 миллионов рублей, которые были освоены для развития учреждений культуры района. В 2020 Курагинский район по результатам различных конкурсов является получателем субсидий из краевого и федерального бюджетов на сумму порядка 19 миллионов рублей. В числе долгожданных, нужных и радостных дел – установка в районном Доме культуры современного светового оборудования. Еще в июне Большой зал Межпоселенческого Дома культуры был уставлен множеством коробок. Начался демонтаж старого и установка нового оборудования. У нас четыре фермы было с лампами накаливания, со старенькими прожекторами. Сейчас вот завезли новое. Демоксовое оборудование, все светодиодное. Очень хороший срок службы управления на микшерной консоли цифровой. Лампы и прожекторы, установленные 50 лет назад, конечно же, свое отслужили. И свет в Большом зале Курагинского Дома культуры в последние десятилетия, как говорится, портил всю картину. Старый наш свет стоял здесь с 79-го года, то есть с момента открытия Дома культуры, а выпущен был еще в 1963 году. Естественно, он уже был неэффективен. Да и это видят и все, кто посещал наши концерты, потому что на сцене всегда было очень темно. И лиц наших дорогих артистов практически не было видно. Новое оборудование позволит нам сейчас прекрасно осветить сцену. И наши зрители будут смотреть на все мероприятия в улучшенном качестве, потому что все будет прекрасно видно. Будет цветная подсветка создаваться, следящие лучи. Кроме того, надо отметить то, что это оборудование не только отвечает последнему слову техники, то есть позволяет еще и дистанционное управление и предварительную запись на репетиции освечивания, но еще и дополнительно мы докупили прожектора в малый зал. То есть и там у нас появится сценическое освещение, как и новые проектора в принципе. То есть у нас до настоящего времени было всего два проектора в зрительном зале, один боковой и один на задней части сцены. Сейчас у нас будет два боковых, один на задней части сцены и стационарный экран с проектором в малом зале. То есть для нас это безумная радость и мы очень-очень рады. Кроме того, что световое оборудование, монтаж которого сейчас завершается, значительно улучшит восприятие зрителей и сделает ярче и интереснее работу творческих коллективов, оно еще и экономичное и безопасное. Дело в том, что до настоящего момента одна лампочка потребляла 500 ватт, а этих лампочек на сцене было больше 40. Сейчас же каждый прожектор будет потреблять всего 100 ватт. То есть экономию электроэнергии мы ожидаем примерно в 5 раз. Вторая проблема, которая у нас до этого возникала – старое оборудование было пожароопасным из-за того, что оно очень сильно нагревалось. Новое оборудование на этот счет проходило обязательную сертификацию, и оно не нагревается вообще. Специалистам районного дома культуры, которые отвечают за световое оформление концертных номеров и спектаклей, открываются новые возможности. Вадим Анисимов два года работает в Курагинском ДК и сталкивался с большими проблемами при работе на старом оборудовании. Зато сейчас с огромным удовольствием осваивает новую технику. Здесь сейчас уже оборудование менее энергоемкое, соответственно, и освещение уже лучше, цвета и пульт. Пульт – вообще отдельная история. Здесь можно уже записывать сцены, то есть не нужно конкретно, то есть все вручную делать, то есть можно все автоматически, то есть на какие-то сцены задавать программы, и уже свет будет сам переключаться, моргать, в каких сценах нужно это. Здесь еще устанавливаться будет дополнительно дисплей-планшет, подключаться к нему. К нему можно подключить ноутбук, дистанционно все это управляется, можно даже самому находиться в зале и управлять светом, при этом не находясь здесь. Монтаж нового светового оборудования и установка проекторов в двух залах ДК заканчивается. Работники культуры ждут времени, когда будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий, и они смогут удивить и порадовать и творческие коллективы, и своих зрителей. Редактор субтитров А.Семкин